Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот по Стрегун. Сегодня у нас на обзоре очередная не совсем новинка. Волк М Кордлис. Похожую машинку мы рассмотрели в прошлый раз. Волл Ментор. Но давайте поговорим об этой красоте. Название Кордлис нам намекает, что машинка беспроводная. А так это серия машинок для стрижки животных. То есть она должна отличаться повышенной мощностью и прочими характерными атрибутами. Смотрим коробочку. Как всегда там снаружи реклама, реклама, реклама. Некоторые технические характеристики. Указано время работы. 2 часа. Но не указана нигде мощность, как обычно у большинства производителей. Но мы вооружемся отверткой и посмотрим, какая же у нас реальная мощность. Разбираем. Коробочка похожа на последние Мозговские упаковки. У них это подглядели. Довольно удобная. Кстати говоря, меньше стандартного размера. Она какая-то такая узенькая. Ну да бог с ним. Смотрим, что же у нас есть в комплекте. В комплекте у нас есть машинка с ножом. И в комплекте у нас есть зарядное устройство, масло и щеточка для чистки ножа. Ну, ее же называют фейтбраш. Типа она для фейдинга. Нет, к сожалению, зарядной подставки. То есть, машинка аккумуляторная. Было бы круто, если бы для нее была подставка, как у Эндис ЗР. Но здесь этой подставки нет. Также нет никаких насадок. Но, в принципе, здесь используется нож опять. Для них, как правило, и не кладут в комплект насадки. Потому что подразумевается, что вы будете пользоваться ножами всех каких угодно размеров. Ну и макулатора, конечно же, в комплекте. Хорошо. Давайте поговорим о машинке. Дизайн. Дизайн здесь вот такой вот яркий цвет. Выпускается всего в одном цвете данная машинка. Корпус, в общем-то, взят от модели Volk M10 или Volk M5. Или вообще, откровенно говоря, от Moser класс 50 Max 50. Те же самые вводы, те же самые формы, размеры и так далее. Лежит очень удобно в руке. Внизу здесь у нас не софт-тач-ставка, но такая шершавенькая для того, чтобы пальцы меньше скользили. Хорошо. Что еще по эргономике сказать? Вес. Машинка без ножа весит примерно 395 граммов. Она тяжелее, чем тот же Mentor. За счет того, что внутри у нас прячется, помимо мотора, еще и аккумулятор. Ну, без ножа 395, но с ножом уже 460 граммов. Это довольно-таки много. Но, тем не менее, тяжелая машинка не ощущается. То есть, она все равно легче, чем большинство проводных валовских машинок для барберов. Вибрационных машинок, которые весят столько же или больше. Ножи здесь используются стандарты А5, как я уже говорил. Конкретно на этой модели идет в комплекте нож номер 10, 1,8 мм валовский серии Competition. Это считается одной из самых крутых, если не самая крутая серия ножей у Wall. То есть, она более износостойкая, более долговечная. Ширина ножа этого 49 мм. Но если вы докупите дополнительные ножи, а они выпускаются в размере от 1,20 до 19 мм, то мелкие ножи меньше 1 мм, у них ширина, как правило, 46 мм. И сюда можно подобрать стандартные насадки от Moser, Oster, Endis. Нет, у Wall, конечно, у Wall жопошники. У них ножи 46 мм. Обычно более короткие на остальных машинках. Те же премиальные насадки барберские не подойдут. Хорошо, мотор. Мотор здесь стоит бесщеточный, с двумя режимами работы. 3000 оборотов, 3700 оборотов. Это не так много, но, учитывая мощность мотора, этого должно хватать на все виды работ. Ну и нож здесь с длинными зубцами. Опять же, это компенсирует небольшие обороты, давая высокую производительность. Мотор бесщеточный. Это обеспечивает его более высокую живучесть, до 10 тысяч часов без ремонта. Как правило, вам за эти 10 тысяч часов придется поменять поводок. Еще какие-то мелкие детали раздолбаются. А вот мотор практически вечный здесь. Аккумуляторы здесь используются литий-ионные. Давайте разберем и заглянем, что же у нас все-таки внутри. Что за аккумуляторы, что за мотор. Разбирается довольно легко. Всего лишь три винта. Обычные, крестовые. Ну, давайте открутим и заглянем. Никаких защелок у корпуса нет. Просто выкрутили третий винтик и разбираем корпус на две половинки. Не докрутил немножко один винт. Внутри все на редкость аккуратно, даже непривычно. После машинок барберской серии, где все как-то очень уж по-китайски, здесь все на редкость добротно. Кроме того, здесь мы видим, что не просто плата контроля заряда-разряда, как у дешевых машинок, вроде Уолл Супер Тейпер Корлис или Уолл Мэджик Клип Корлис. Здесь используется плата с контролем оборотов, которую наверняка позаимствовали идею у Мозер. Собственно, для этого Уолл покупал в свое время компанию Куна Мозер. Стоит здесь очень качественный мотор на неодимовых магнитах, бесщеточный мотор. И стоит аккумулятор. Аккумулятор здесь не совсем стандартный, изготовленный специально для этой машинки. Но фактически это три аккумулятора типа размера 14650. Аккумуляторы стандартные, но здесь добавлены нестандартные платы балансировочные. То есть, насколько это ремонтопригодно, насколько легко можно заменить эти аккумуляторы, я на вскидку не скажу. Емкость аккумуляторов почти 13 Вт-часов. Ну, округлим до 13 Вт, что при заявленных в двух часах работы от аккумулятора дает нам мощность, минимальную мощность данной машинки, порядка 6,5 Вт. Но это минимальная ее мощность, как правило. Максимальная мощность для аккумуляторных может быть в двое, в два раза превышать и более. То есть, она запросто может выдавать те же самые 12 Вт, что и у Уолл Ментер. То есть, Уолл Ментер 12 Вт максимум. Эта машинка 6,5 Вт минимум. 6,5 Вт – это примерно столько же, сколько у Уолл Синьор. Но у Уолл Синьор там никакой балансировочной платы нет. То есть, тупо аккумулятор и мотор… Ой, не балансировочная, а управляющая плата. Здесь же есть управляющая плата, которая может повышать напряжение и за счет этого повышать мощность двигателя, сохраняя постоянство оборотов. Качество сборки, качество корпуса на самом деле радует. Нужно отметить, что в отличие от остальных машинок серии КМ, эта машинка собирается в США. Остальные машинки для стрижки животных, машинки серии КМ от Уолл, собираются в Венгрии. Тем не менее, ухудшения качества я здесь по сборке не наблюдаю. Все сделано чисто, аккуратно, ну, выше всяких похвал. На этом, пожалуй, по обзору закончим. Резюмируем. Достаточно хорошая, аккуратная машинка с отличным мотором. Мотор своими размерами намекает, что он способен на очень многое. Что эта машинка действительно подойдет для стрижки животных, хотя она и аккумуляторная. Точно так же она подойдет и для стрижки людей, для тех, кто любит очень много мощности, но тем не менее не любит провода. Это немножко дороговата, конечно, машинка, но для машинок, для стрижки животных, высокого класса, ценник вполне, в общем-то, адекватный. На этом все. Будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео.